К нам приехали люди, которые в представлении нуждаются. Это бывший президент Грузии Михаил Николаевич Саакашвили и бывший вице-премьер-министр Украины Владимир Лановой. Я приветствую всех и извиняюсь за опоздание. Я просто 700 километров проехал и, как вы знаете, погода. И очень ценю, что в такой погоде мы все нашли время и приехали на эту встречу. Это моя первая такая вылазка из Киева после того, как я понял, что просто мне придумывают новые уголовные дела, новые допросы, чтобы я с вами не общался. Поэтому я сейчас практически в самоулке нахожусь от их придуманных мероприятий. И намного приятнее с вами общаться, чем с угрюмым исследователем СБУ. Поэтому я буду... И они в прошлый раз меня когда-то спрашивали, спрашивали там, 30 вопросов задали, как делаете политическая работа, как вы хотите меня в страну, какие у вас политические планы. Думаю, чего я этим двоим рассказываю? Давай я пойду всем расскажу. Поэтому я решил власть произойти. Значит, я просто хочу посмотреть, показать вам несколько слайдов, где находится Украина по ВВП на душу населения. Первый слайд. Украина по душу населения. Вы знаете, окрашенные цвета, это цвета самые бедные страны по ВВП. Единственная страна, единственная страна в Евразии, ну, еще в Монголии можно есть, но единственная страна в Европе в постсоветском пространстве, окрашенная цветами в Африке, оказалась Украина. Стыд и срам. Это результаты последних лет. Я хочу показать, что где была Польша в начале, Грузия, Россия, Украина. Второй слайд. Значит, Польша, давайте второй слайд. Польша была в начале меньше, чем Украина. Украина окрашена голубой цвет. То есть одинаково начинали Польша и Украина. В 91-м году. Значит, потом, ну, Россия, то есть по Польше, а не Польша, рванула. Посмотрите, как она рванула. Россия пошла из-за цен на нефть, из-за цен на нефть, а Украина ниже и ниже и ниже. И вот там, видите, Грузия и Украина почти одинаково шли, пока там президент Грузии не поменялся, и Грузия рванула, а Украина пошла вниз. И это я себе комплимент делаю. Но вы понимаете, что нам обещают? Нам Бройсман обещает рост, мы должны радоваться 2-3% в год. Третий слайд. 2-3% в год. И причем они подписали, и резко подписало соглашение с МВФ, что если мы будем расти с козликами больше, чем 4% ВВП на год, то мы должны обслуживать внешний долг, и мы не имеем права на больше рост, чем больше 4%. Так вот, если мы будем расти 5% максимум за год или меньше, как по плану Береска, вот я хочу показать, мы вернемся на уровень 2013 года в 2029 году. То есть в 2029 будем жить как при Януковиче. И это официальные планы правительства, я ничего не придумываю. Это лучший случай, потому что в этом году рост был 2%, а на обслуживание внешнего долга только процента внешнего долга. Украина тратит 5% ВВП. Поймите, где мы находимся? 2% роста ВВП экономики полностью седающая инфляция, которая достигла 12% минимум. Когда у них всего экономика 2% растет, и в 12% все понятно. Должно быть наоборот. А при этом 5% мы платим на обслуживание процента внешнего долга. Это не дело внешнего долга. Дело внешнего долга остается, как мы знаем. Из бюджета, конечно. Почему у нас бедность? У нас бедность, потому что Украину держат заложники, 10 олигархов, следующий слайд, четвертый. И 10 олигархов. И богатство Украины. А Украина фантастически богатая страна. Вот я сейчас ехал с иностранцами, некогда моим друзьями, они просто налево-направо смотрят, говорят, какая богатая страна, куда не посмотришь, водные ресурсы, природные ресурсы, там, огромное пространство, земля главная, все остальное. Какая богатая страна. И богатство страны превратилось в его проклятие, потому что когда богатство перетекает полностью в 10 олигархов, они его используют, чтобы сделать Украине самой бедной по ВВП страну Европы. Это, наверное, мировой рекорд безданности, лузерства, вредительства. Превратить Украину в более бедную. Молдова нас обгоняла до прошлого года. На повороте мы обогнали Молдову. Мы сейчас наибельнейшая страна в Европе. Как это можно вообще сделать? И вы знаете, сейчас добавили 16% электроэнергии. И мы должны понимать, что это больше 16%. 30% всего доли электроэнергии доля ТЭЦа. Но ситуация какая? ТЭЦ, значит, шахты Ахметова, ТЭЦ Ахметова. То есть, шахту он берет уголь и никто не проверяет, за сколько. Он может облицать в любую цену. Потом ТЭЦ. Потом ТЭЦ вырабатывает электроэнергию, дистрибуция тоже Ахметова. То есть, электропроспетитные сети. Никто не может проверить, сколько стоит выработка электроэнергии. Дистрибуция Ахметова. А кто это должен проверять? Государственный орган? Это ВОЛК, который менеджер Рошина, а только такой владелец Рошина все же знают. Он президент Украины. По совместительству он ладше бизнес-партнера Ахметова. Он стал официальным совладельцем ТЭЦ в прошлом году. В результате ТЭТЭК добавила электроэнергию 16% цены для всех из-за своих 30% общей доли, потому что остальные это АЭС и гидроэлектростации. И знаете, это сколько получается? Добавили в этом году карман Ахметова-Порошенко 11 миллиардов гривен. Только за один год. Вы знаете, сколько добавили обороне после всех разговоров, что обороне надо добавить? Чуть-чуть больше 13 миллиардов. То есть они себе в карман добавили почти столько же, сколько добавили на обязательство обороны и защиты Украины. И говоря уже о том, что с обороной они тоже градут. Тоже не совсем не в свой карман. Вы знаете, недавно, кстати, в Днепре провели опрос. 80 людей сказало, и это трагедия, сказало, что это не война, не Путина назвала в минусе войны, а олигархов Порошенко. 80 на улицах Днепра. Очень умный, образованный город и такой результат. Значит, как на все эти... Вы видите, что Украина находится в фундаментальных вызовах. И главная проблема у нас коррупция. Как на коррупцию реагирует правительство? Они нашли новый выход реакции на коррупцию. Вице-премьер Гройсман, следующий слайд, пятый слайд, он сказал следующее. Коррупции в Украине сильно преувеличивают, она вообще уже почти побеждена. Он дал это интервью грузинскому Форб. Два часа давал интервью, премьер-министр, грузинский Форб считает, в Грузии четыре человека. Премьер-министр нашел времени сказать, два часа провести с этим журналом, который там выходит, в хирожом, по-моему, двадцать штук. И наговорил таких пеллов, о которых узнала вся Украина по интернету. Коррупция, кажется, в Украине нет. А сейчас я хочу показать шестой слайд коррупции по международным контролям, международные показатели по коррупции. Украина лидирует по коррупции международных индексов. Это не то, что мы чувствуем, то, что даже мир понял. Значит, первый индекс это международный индекс по коррупции. Украина самая худшая из бедных стран. Индекс Семьерного банка по коррупции. Украина лидирует по миру. Второй слайд внизу. Transparency International это главная международная неправительственная организация, которая следит за коррупцией. Украина на последнем месте. И по опросам предприятия Украина лидирует в мире. Больше предприятий говорят, что Украине у них берут взятки, чем те, кто-то в другом месте пили. и это при том, и кстати, за последние два года это восприятие ухудшилось почти два раза. Вот за последние два года я говорю то, что произошло уже после Майдана. зато, как мы реагируем на бюджет, каким образом меняется бюджет Украины, значит, бюджет поменялся, следующий слайд, седьмой слайд. Они в три раза добавили денег на обслуживание Центрального аппарата Кабмина Украины, добавили денег на президента Украины Брестков, добавили денег на санэпидстанцию Украины, санэпидстюжку, которые 5 миллиардов гривен на санэпидстанцию. У нас в каждом подъезде должна быть санэпидстанция, которая будет заниматься безопасностью продуктов. Это же мы знаем, что полные дармейты, которые просто вымогают деньги подчистую свою. На это, потому что оттуда можно снять деньги. Это все коррупционные статьи. Все коррупционные статьи. И вот таким образом у нас идет разработка этих всех планов. Поэтому какой у нас план как это выйти, 11-й слайд. Это все можно поменять при новой власти, при условиях права на нас за 5 сезонных недель. Первую же неделю можно сделать, отменить депутатскую неприкославенность, новый закон про выборах, антикоррупционный суд, создать закон про репетчмент президента и антикоррупционный закон. Потом сокращение госаппарата на 2 трети, как минимум, упразднение целых подразделений госслужбе, полностью отмена большинства таможенных тарифов, доведение налога до 5 и снижение налога, при всем то, что все должны платить налоги, демонополизация энергетической с первой, то есть сокращение тарифа, автоматически это вызовет сокращение тарифа. Вы знаете, что 10 раз выросли тарифы на газ для людей, но никто не объяснил почему. То есть, с одной стороны тарифы растут, с другой стороны растут субсидии. А в будущем году, кстати, из-за того, что они повысили минималку, субсидии будут убираться зимой. Резко. То есть, опять с людьми играют на перстук. И, естественно, всего этого не будет, если у нас не будет досрочных, вообще, не будет побыстрее новых президентских и полнометских выборов. И если, и мне кажется, что вообще выборы надо проводить в Украине минимум каждые два года, пока не произойдет очищение. Потому что мы заметили, как только приходят новые, опять все заполачивается. Это как закон жанра просто. поэтому если они будут знать, если депутата можно будет отозвать уже через год, то есть, ему идти от него распространяется на год, если через два года выборы, если президент будет знать, что он чаще будет выбираться, они будут гораздо более осторожными, чем то, что мы имеем. И это вполне реалистично, но для этого нужны новые люди. Для этого нужно 300 новых спартанцев, для этого нужны люди всех возрастов, которые не спорились, которые не стали частью системы, которые были антисистемными. Таких людей мало, много. Я вам скажу, они следят вас. То, что вы пришли в такую погоду, это значит, вы такие люди, которые идут против системы. Такие люди, реально, вот, глава районной администрации, я недавно с ним познакомился, написал такое письмо Порошенко, просто пух и прах его развел и ушел в отставку одного из соседей региона. Например, судья Бахтамская, Лариса Больник. То ее там арки серегут и бьют, то там смерти угрожают, то там что-то и поджигают, потому что пошла против мера и убрали ее судей с коллеги, она все равно упорно сражается. Вот прекрасный пример антисистемного человека. Антисистемный человек была Ирина Ноздровская, это активист известный, который убили. Она в том числе работала с нами, с нашей организацией, с РНС, и только могу восхититься ей и просто выразить зикую злость, то, что допущено было ее убийство, хотя все знали, что эта угроза существует. Антисистемный человек, судья Лариса Цольник, благодаря Катушоку, благодаря которой я сейчас стою перед вами, потому что иначе я должен был быть в домашнем аресте, под домашним арестом, чтобы они точно знали, кто ко мне заходит, кто выходит, кого упускать, кого не упускать, чтобы они глушили мобильной коммуникации и чтобы я не общался с миром, она сказала, пошли вы к черту, дело фейковое, она написала 18 страничных заключений, фейковое дело, нет доказательств, свидетели, агенты СБУ, которые врут, содержание незаконно, и вообще все незаконно, и они уже не могут полтора месяца, они чуть ли переносят суд, потому что ничего, они не могут справиться с ее таким решением, там на 18 страницах подробно все расписано просто, и там это невозможно поменять, и вот это и есть антисистемные люди, которые были частью системы, но которые до конца не стали частью их коррупционного между собой, чекодоговольника, и вот в этой ситуации я здесь для того, чтобы с вами вас послушать, потому что я хочу, чтобы у нас был диалог, поэтому до моего короткого дубительного слова я хочу Владимира Ланова подчеркнуть, может быть, чуть-чуть, несколько минут, а потом мы будем такой живой диалог с вами вместе, хорошо, спасибо. Я хотим только додать, что в Краине отбывается шаленый, просто ненормальный беспредел, нахапно сбільшуют, как сказал Михаил Николаевич, тарифы, субсидиями финансуют сам Нафтогаз, Нафтогаз отримал больше 20 миллиардов гривен чистых прибуток в минулому році они грозуются сгольцами, кому-то 30 миллиардов надейдуть. Нафтогаз хочет собі, хотя он свертловин нових не робит. Он не может поддерживать те, что выделялось. Почему он не хочет выделить свой газ? Потому что выгоднее привозить за кордон. Той дорожий газ 500 гривен зараз коштует, а там 400-300 долар в разные периоды. Ему вигіднейше не добивати, потому что добивание газа это снижение цены на газ. Больше газа меньше цена. Больше собственного газа. Мы все это понимаем. Они понимают по-другому. Грозьман сказал, что 75% прибутков нафтогаза забирает в бюджет. А куди в бюджет? Может на дороге, но на дорогах 50% откатя. В результате по бюджету рассказал Михаил Николаевич, что на получение аппарата в целом в стране на 2018 год выделено 70% от всех додатковых выдатков бюджета. Бюджет по выдаткам сроста на 204 миллиарда. Из них 140 миллиарда идут самому аппарату управления, правоохранные органы, полиция и так далее. Прокуратура, местные администрации, центральные администрации, санэпсистанции, как он сказал, и так далее. А при том на оборону 13 миллиардов, но инфляция в 2017 году уже 14% подтвердил Миндержкомстат, 14%, это сниженная цифра. Мы все знаем, что по продуктам на 40% выросли мясо, овочи и так далее, даже молочные продукты. Это сниженная цинка, но это значит, что если цены так взросли, то наша армия меньше получает техники и боеприпасы, потому что денег в ней реально стало меньше. Инфляция сдела. Все эти 13 миллиардов, которые додатково дали, то есть при таком хозяйновании не просто вынимаются деньги из наших кишеней, направляются в старую энергетику, распределяются между собой, потому что там по миллиону уже керевники нафтогаза, ну так и других ведомств энергетических, центров энергии и так далее, по миллиону гривен зарплаты собі. Пенсионерам значит 100 гривен добавили минимально, а собі вдвече в 5-10 разів больше и знают как они эти гроши, что они им нужны, аппараты это кому? Это же не что-то, они новое створят. Как бы они дали школы и медзаклады, мы бы это зрозумели. Бюджет отличает между днём и того, они зараз это 5-10 раз, и там большая часть на энергетику, потому что школы должны платить за тепло, за электронергию и так далее. А на другие потребы управленческого характера, то есть власне собі, в том числе на зарплату, я вам сказал, 140 миллиаргий, но это не нормально на армію меньше фактично в реальном числе. Вот вам вся экономика. И еще одно, они сегодня запороняют устанавливать солнечные батареи. Я думаю, что вы слышали постановку Кабинета Министров, что тепер солнечные батареи, какие-то розрыгные споживатели, люди нормально себе на кришу поставили, они будут платить штраф. Я не зрозумел, это мурят постановку. То мы все боремся. От рух новых сил, за что их борются. За новую экономику, за новый рівень життя, за новую державу, за новую энергетику, чтобы у нас не было эти монстры, гугельники, газонавтовых и так далее. А они борются за старе, они збирают, сдирают гроши через тарифу и через иншу речь, чтобы поддерживать старую экономику, старую экономику, собі гроши, а не на развиток підприятия бизнесу, фермерства и так далее. Ну так не это не просто эмоции. Украина не будет. Нам с вами сейчас або ставьте впертися и сказать митию владею. Або что, сидите в кухне? Дякую. Ну так что люди тут пришли, они уже кухню вишли, так что это людей. И до речи, ну это правда говорят, но часто говорят, что они поля не войн. Когда Владимир Владович стал вецепремьером, и он отвечал за экономическую реформу, это было еще при Кармчуке, и он начал предлагать те же самые речи, что и сделали туда в Польше. И если они его приняли, то мы сейчас были лучше из Польши. Но вся коррупционная политика перегрупповалась, вырешили, что вся их ворог, и они позбавились в нем тоже швы. И впротив, пришли, пошло, поехало, как вы знаете, со всей олигархизации с предприятиями и тому тому. Поэтому вот один человек, то есть одна ласточка весну не приведет. Но если нас будет много, эта весна наступит. Мне вообще кажется, что на самом деле олигархи уже всем надоели на постсоветском пространстве. Они договорились друг с другом, у них знают, как они потоки предоспределяют, все. Но мы на грани большого антиолигархического шухера. Потому что реально людям надоело. И тут вопрос не в том, что просто надо порошек убрать. Это вообще не вызывает во мне никакого сомнения. Человек каждый день погрязает уже скандал. Уже невозможно. Уже боишься за него вместо него просыпаться. Какой новый скандал у него выкрепали. Новый обшор там, новую крадежку какую-то еще что-то еще что-то. Сам он увлекся собирать компроматы на меня и последние несколько месяцев он и вся государственная машина занимает вся кошель. А он видимо бедный вообще уже забросил просить продумать. У него каждый день новый скандал. Поэтому и новые деньги, новые скандалы. А знаете деньги не вечные, а скандалы прилипают на всю жизнь. Поэтому только в нем дело. Проблема есть систему не поменять. Вот так и окажемся. Потому что вместо этого его как вели. Его вели под шум майдана. Квирташ вызвал себе там и сказал сейчас будет ветер. Договольно согласовывал. Квирташ во-первых конечно Квирташ согласовал не только с олигархами украинскими он откуда у него все деньги от российского газа он согласовал естественно и Москве но это другая ситуация чтобы завтра опять они не собрались а поражение нет давайте мы этого давайте мы того давайте вот надо вот систему поменять чтобы они больше не решали вместо вас это очень важно давайте 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 выходяем сначала давай со второго рядом и потом пойдем потом со второго а потом нужно помочь Фильташу до Америки доехать для начала но там проблема с Фильташем какая в Америке оттуда от начала зал давайте но что понимаем что в Американской Американской правосудие хочется получить Фильташ и обисковать он крал украинского народа почему американскую казну это нужно быть они очень хорошо на себя устроились о чем не спать и вот тут на и дело что у нас нет самих способностей преследовать и в результате на этом доживаться куда берега все остальные полосы и кстати помогает но еще больше помогли себе эти деньги забрали доме они хотят свою кастру покажу ночью можно принципе оттуда получить если может быть отсюда можете замер получит вот и вся история здравствуйте мигаил после 3 декабря когда много людей прошло и он реально очень испугался он вас решил задержать после ваших слов когда вы захотели ему въезд на работу чтобы народ я сказал что не пущу тебя на работу так как вы сказали я пущу тебя на это вам не знаю не спал три ночи потом вас решил задержать я думаю многие здесь хотели бы продолжить вашу вот эту идею и спокойно приехать в киев на когда вы скажете например казаки писали хану письмо помните народ может выйти и вручить ему как-нибудь он же не будет неделю я вам скажу главная проблема у них и поэтому почему боится людей я думал читать что во первых я духович один ненавидели вещи чем его по вопросу так получается я смотрю вопрос тогда украины не было но вопросом меньше чем его почему потому что я находится понятно был был бандит был ну кто кем улосе подел и про два это все понятно а этот же самого начала иначе представлялся а с ранним всегда хуже чем прямой враг это первая и вторая история что тогда были силы безопасности которые готовы были за ним сражаться погибнуть даже убить я за эти недели прошел огромные стажировку практику суда полиции в сбу спецназами когда меня задерживали подняли спецназ спецназ который подготовлен для тренировок для борьбы с террористами поднялись тоже чем-то человек 3 часа утра как идем на очень важную операцию они приготовились во все уже сказали что наконец-то спустят дело привели его в центке его не удивили что центр подарок садача сакаши будем задерживать сияния а чумели там у них началась внутри как это там эти и они не должны рассказали машине они не все это машине рассказали и потом они бы черенали потом прокурору не говорили мясное что вот вы не понимаете в прокурору который на которых они нашли против тебя даже есть моральные права от этого отказаться нельзя это писать есть на всю жизнь и до сих пор с карьер я был полиции где типа меня напрашивали но допрос продолжится 20 минут всего остальное время они фотографировались и называют они будут его защищать единственно что жаловались эти ребята в машине в сбу они говорили давно какая разница вот зачем так вам новая революция выберите еще одного очередного пара и глупой нас ищет так же мочить как нет это был их главный упор его нет ребят на этот разбор и у меня уберегать куда мы знаем каждый раз как так говорит и поэтому вот чем вопрос и вы совершенно про просто мы сказали так что давайте чтобы не говорили что это миха майдан какой-то курс не приехал там заслали давайте всем сядем всем не надо вы все время говорите вот почему там сакашин нас то я не только вас зовут выйдите период не только я вас это самое не только я знаю что должен даже если вы хотите на себя ответственность подразмешку народу четко берите на здоровье мы поддержим но с гарантией так как легко говорить затем а это все это это сакашвили это его это да никакой сакашавы где все по телевизору нам же людям нужны прессе политики нам нам нужны бойцы они просто политобозреватели политобозреватели вы все можем каждого из вас выпусти по телевизору слава богу сейчас есть социальные сети и вы видим люди научились изъясняться лучше всех лидеров всех партийских партий нам нужны комитета нам нужны люди которые идут вперед которые готовы первые куда-то зайти взять на себя ответственность которые готовы рисковать тюрьмой которая готова всем рисковать бои на того что в стране что-то поменялось и что дальше вот и вся история поэтому мы сейчас несколько дней будем с ним консультировать мы будем с ними общаться мы будем я буду со всеми встречаться я буду искать говорить давайте выходить вперед чем вы не шоу и задержать а то это уже заделать говорится что там это все сакашвили там это сортовать и тогда у нас и у нас будет гораздо больше людей извините но люди такие украине сейчас оборвать меня просто не показали 78 процентов не доверять президенту остальные не должен доверять до 70 процентов не доверяют парламенту там 72 то есть так вот это срок не было никогда не в одну власть они просто на стеклины и кстати признак то что каждый это признак большого кризиса потому что реально откуда возникают эти скандалы извиняюсь сейчас я услышу откуда возникает скандал они засекретили судебный приговор по которому фирма порошенко обмывала деньги янукович этот приговор на промадонского суда они его засекретили про этот секретный приговор знало 7 человек ну а не поэтому приговор всех мочили деньги брали все но 7 человек стало про приговор приговор друг на друга посмотрят кто из них крысы факт то что кто-то откуда вынес эту информацию правильно когда меня хотели арестовывать я знал про это зашли 5 дней до этого я сделал близко пьесного меня через несколько дней хотят арестовать откуда я знал три человека на совещании парашек и через ну я думаю в течение часа поэтому ситуация у них такая сейчас их надо просто просто до конца логичного логичного чтобы небо чтобы без кровопролития и чтобы не дай бог опять экономика не улучшилась у нас нет у нас он просто так продолжать это просто это гарантированная гибель широкую страну и и и житель надо что-то делать надо делать так чтобы не продолжал повторялась то что после последнего мальдана случилось стране потому что в реально это было бы логично это не дай бог это очень важно прошло вместо каменске наша группа приехала в нашей группе на русском степшопе запустили я помню мы разумею нас мы с вами говорили когда вы приезжали у нас в поселке мы с изобретателями у нас есть на работе есть патенты есть когда интернативные источники энергии которые нам запрещают срывают штрафуют нас мы сделаем приятный сюрприз для всего народа как вас зовут Сергей Сергей Виадолоросов мы с вами знакомы как можно такую фамилию не забыть как прямо из сериала этих мы приятный сюрприз делаем мы снизу такой удар сделали понимаете мы призываем всех изобретателей присоединиться не только изобретение теслы мы можем это организоваться и сделать я вам скажу я был несколько лет тому назад я был в аэропорту Борисполь но не просто в аэропорту я сейчас у меня паспорта нету поэтому летать я не могу но у меня я поехал смотреть отопление аэропорта Борисполь огромный аэропорт межуровный кстати жалко как вы не убили ты в русский аэропорт это стыдно что из неправильных практически никого никуда нет лейсом и на что он похож но Борисполь покажем функционирует и он большой ну практически они убили все остальные аэропорта в Украине кроме львовского и поэтому все рейсы которые там и Хатков днепр все остальное все сейчас через Борисполь поэтому за счет этого еще даже в прошлом году был большой даже пассажироборот но я не правильно говорю аэропорт Борисполь отказался от отопления газа я там отапливать на отходах украинских перевеселий знаете сколько это стоит 38 процентов от цены газа это есть такой Владимир Майстричный у него он построил этот агрегат и просто аэропорт взял у него вот этот контракт тот же Майстричный отапливал в Виннице все больницы школы и так далее Винницкий Упсовет прекратил с ним контракт по какой-то надуманной причине потому что он не платит им отказ я не перешил на газ естественно потому что с газа не берут отказ вот и вся история и эта история с солнечной батареи наша самая история они не хотят мы груздям и солнечной батареи стимулируем что мы делали если у тебя есть солнечная батарея ты не только себя можешь там электричество добыть ты можешь продать электроэнергию и просоединить цикл инкульс если у тебя много автоматами в рынок обязаны тебе взять купить эту энергию а здесь запрещают почему? потому что инициатива людей нафиг никому не нужно в стране фильтр шаевметов вот че вопрос мы хотели мы хотели обещать я приехал из Азербайджана я приехал из Азербайджана у меня здесь еще бизнес есть как сказать по фасходу у меня штраф штраф налисовали 800 тысяч 800 тысяч гривен мне интересно я вас поддерживаю у меня четверо детей украина как мне саплодит 800 тысяч гривен штраф а сколько у тебя работали? ну получается 3 года и добрали уже такой штраф? да нет сразу я приехал у тебя работают нелегальные люди у меня люди работали выпил и не вышли на работу я взял другую людей ну они пришли поймали просто вопрос в чем они вот это классический случай вас как зовут? Угара Угара случай как классический почему? когда нам объявлять торжественно какие вы благодетели мы ввели минималку для вас что такое минималка? 3200 было сейчас можно 3800 они что делали? они говорят вот так ты у бизнеса мы будем приходить и будем сейчас платить налог с 3800 зарплаты раньше платили с 1000 сейчас мы с 3800 платили с зарплаты а если мы обнаружим что у тебя кто-то нелегально а большинство из них давай честно скажем Букар сказал что он там кто-то выбил кто-то давайте честно у большинства нелегально работают и большинство и в Украине 90 процентов получают вот таких местных сапсов и 8 процентов зарплату конкретных и более того в администрации президента 100 процентов я утверждаю это с полной администрации 100 процентов получают зарплату конкретных вот эти люди которые платят на время есть вице-премьер такие клинкуши инициации которые 35000 исчезные как фарта получают каждый месяц конкретные администрации президента и вот это правительство которое конкретные получают деньги от Порошенко вы не от Порошенко не получают не от этих конкретных то что заходит копилку в общак с таможен с налоговой и в основу государственных предприятий это в одном месте накапливается и потом они платят своим календус вот эти люди вели для такого как друга налог что ты не можешь такого делать мы-то так но мы же избраны а ты мы тебя понимаем что у тебя не легал и сколько штраф за одного не легал 350 тысяч все им бизнес убит в результате я был на вот на нескольких рынках у него допустим 10 точек если он боится есть штрафы в результате вместо 10 точек оставлять 3 потому что нет смысла держать сидеть с того что он рискует и это называется благодетель благодетель они реально ввели новый долг на бизнес и они говорят что это значит как мы любим наших людей просто им нужно больше денег на содержание кармина им нужно больше денег на содержание прокуратуры потому что им добавили заплату репрессионного аппарата репрессионного аппарата при всем том что в фронтетиках я вот общался по дороге с пилотами военные пилотами николаевская патра это военный пилот который на Су-27 летает очень серьезный очень очень интересный парням во первых героев потому что пока они летали пока Минск не запретил им летать они чудеса делают извините у них зарплата меньше там будет 700 или 800 долларов на руки в Африке в Африке любой из них получает на уже грузовом грузовой машине минимум 5-6-7 тысяч долларов и просто романтика их тут держит поэтому зарплата прокурора заплаты добавляют потому что пилоты им не нужен а прокурор нужен чтобы засекретить решение суда а СБУшник нужен следить за документом здесь тоже есть СБУшники для них хорошая новость им добавили зарплату привет ребята да а за счет кого добавили за счет того что угара бизнес убьют и вы должны сказать что вы убийцы и соучастники убийства его бизнеса потому что вы получаете деньги на которые вы не должны получать за работу которую вы не должны вести вот и вся история вот и вся история у меня такая история была в шестнадцатом году Сергей у меня была такая история в шестнадцатом году я был ЧПшник стал ОООшником по заказу моего заказчика я перешел в ООО и начал работать по белому как положено ну короче как надо проходит два-три месяца буквально налога не должна вообще вмешиваться пока предприятие угодно ну есть такой закон год потом какие-то проверки и так далее буквально через три-четыре месяца мне один звонок подойдите пожалуйста налогу я говорю извините давайте какую-то бумажку по которой я должен прийти вот не приходит бумажка второй звонок третий пятый потом все время какие-то посредники в конце концов меня вызывают по какой-то ксиве вот какая-то скарга на меня приходит что ну короче что там случилось скарга придумана ими там никакого фейкового совершенно вот в конце концов я захожу в налоговую со своим бухгалтером меня опять же посредники отводят и говорят вы знаете вот у вас сильно много НДСа ну много его я говорю так хорошо мы наполняем бюджет ну все нормально старики получают пенсию там ну все что-то получают мы наполняем бюджет они мне говорят вы знаете молодцы вы нам портите показатели хорошо вот как бороться с этой властью проходит еще какое-то время опять меня вызывают давайте мы минимизируем ваши доходы я говорю вы знаете я не собираюсь этим заниматься вот хоть стрелять на меня не буду вот и начинаются там звонки с банков какие-то там ну короче начинается давление вот в конце концов заканчивается год мы снимаем какие-то дивиденды опять звонок а что-то вы много заработали а я говорю я извиняюсь я помогаю фронту я помогаю тем я помогаю этим у меня есть куда деньги девать я там строю дом и так далее ну какая разница куда вот 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 я вот вопрос такой как с этими людьми бороться вот ну я переживаю я думаю нет я тут не один Сергей на самом деле один из очень таких самых активных людей но не так что много людей тоже поднимают в том числе и бизнес и голос он один вот реальное исключение если гораздо и таких людей было много тысяч они все боятся потому что кому-то неприятно кому приятно я на себя это ощутил я благодарю им что они меня потаскали во всем этими заведениями на себя ощутил что такое вообще как не защищен обычный человек реально если я не защищен то есть как вы я на какой-то степени защищен камеры за мной ходят у меня становятся декламантами все присутствуют и так далее звонят кто-то с Вашингтона кто-то с Брюсселя или что там в Саакашвили а Сергей как лучше может там и допустим там замгон секретара не позвоните или какой-нибудь сенатор а он все равно это делает поэтому он намного смелее чем я и это надо просто оценить и вопрос очень простой а для налоговым это практически на крайне оскорбление что ты хочешь жить по закону потому что они что если ты будешь жить по закону и платить все правильно делаешь тогда они должны жить на зарплате да и чтобы они проклятили что ты жил на одной зарплате для налоговой это очень релеван для таможников для налоговой так поэтому естественно они будут за вас я когда у меня была эта передача в Украине мы просто много вещи расследовали в том числе есть такое МКХ порошенко личным собственность виницкой области рядом с гайсеном так вот думай он платил вообще вендес у них у них рост что щит раз там по-моему 30 миллионов долгой срок вами маленькая их налогов не спрашивают куда то есть опять уже самое и ему можно больше всего и можно а вот нельзя потому что вы усовываетесь и мы вас поставим на свое место поэтому мне кажется что эта система без предела это реально вся система которая должна быть уничтожена не за реформировать и полосу но не важно и не лая как нельзя плиной дом перестроить так системы не медленно уничтожать и полностью и и это на вопрос который сейчас начали появляться в частности письма и в фсб как вы считаете чья и чьих это рук дело это все-таки запад либо россия и зачем это делать ну я не могу сказать что это вообще какая-то я на самом деле я неграфолог я не специалист я даже сомневаюсь что он был бы таким глупым оставить такой след но есть журналисты они должны расследовать но тут гораздо важнее чем это письмо мне кажется хотя письмо конечно но очень серьезное мнение гораздо важнее то что два дня то а вы было то что они провели самую крупную аферу недавней истории украины по краже денег полтора миллиарда долларов которые что они сделали ранее их обвисковали обнаружил кого-то потом назначили на какого-то типа который сказал это мои деньги это понятно всем что его до него деньги он заплатил штраф тридцать тысяч гривен его отпустили он подписал что деньги одно государство понятно что вы где-то принадлежали к фирмам и что что происходит то есть конфискованное с нарушением всех правил приговор за секретили до этого оказалось что два года эти деньги отмывали конторе и посинюка посинюк это просто карман морошенко это его финансист это тот кто делает все у финансовой операции значит компания снижение и не уже не только что вы можете это сделать то есть это все это сделать и все и все и в результате сейчас что получите эти фирмы сейчас могут забрать эти деньги обратно то есть сначала часть этих денег они были через год или мы через это это большие деньги там из полтора миллиарда я могу могу догадываться только официально только официально но понимаешь какие-то махинации можно предугадать все и им 10 раз больше они получили просто подием схема призыва заборе денег но им эти деньги придется отдать и отдать тем фирмам которых они забрали потому что неправильно сделан протокол за они за секретный протокол и что сейчас происходит приближенный порошек олигарха купили по дешевке фирму уже некий фрук сидит еще на второе я не ждут когда деньги будут отданы что оттуда естественно поделиться с кем кто их будет отдавать то есть они думают что они очень умные знаете вот даже объяснять вот не всегда просто что за комбинация люди у нас все очень умные тоже стали все понимают и это произошло и мне кажется что даже это письмо как типа его письма она даже перекрывает то что глаза важнее потому что реально прямая кража и там вообще-то не вызывает никакого сомнения что они засекретили и почему нет для меня это важно потому что там мне домой 5 декабря и вломились поэтому они пришли крабонторский суд постановление в чем тут я у них не секретный переговор по которому ломиться конфисковать посадить и сам сами на это погоде и он так и все больше и больше и больше и поэтому честно говоря даже писал эти письма не писал эти письма политика реально намного более конкретно чем что он человек писал 10 лет назад и вот это мы просто привыкли они просто знаете они думают что мы привыкли знаете вот пациент приходит пациент приходит врачу горит ну что грунток там как лечиться надо идти по три раза залечь тем вылечься как так вылечу что они думаешь мы привыкаем к того что должно быть мы не можем привыкнуть их могиле страны идию вот и вся история и поэтому так мы будем в этом направлении и спрашивать очень скажите пожалуйста и второй вопрос вы как человек который будете баллотироваться какие ваши прогнозы то есть поддержит ли люди хорошенько светит ли ему второй стол я вообще не вижу ни одного шанса если я что-то противополитики чтобы выбирать я вам скажу почему потому что из-за двух факторов из-за двух факторов при его рейдинге меньше десяти процентов сервис это показывает никто еще мире из этого и такой я бы не уберется это первое второе что украины велик большая история избавляться от резервов от первого рейдинге были большую сроку ли по и поблагодарить в отношениях кандидату обновляя его за 20 лет а вот и кандидат не прошло это было как бы выговором кучмы и приговором со стороны народа и И потом пришел президент, который был на один срок, получил 3 с чем-то процента на выборах и вышел на шестое место. Это мировой рекорд на действующем выставке. Потом был президент, которого выгнали. И потом президент, которого больше всего ненавидят всех предшественников. То есть история Украины в том, что люди долго не терпят. Проблема в том, что потом они не отпускают новое шею. И вот в чем проблема. О том, что они не терпят этого. И третье, почему они ее выдержали. И почему уж не уходят. Они обязательно попытаются проспецировать. Они вот в этом бюджете, о котором я рассказывал. Добавили финансирование на министерство информации. Это министерство. 700 процентов. Это что такое? Это параховоды. Это люди, которые сидят в Фейсбуке, которые нападают на всех, кто слово такое скажет про Порошенко. То есть параховодов стоят 7 раз больше. Они думают, что если... Когда Порошенко призвал людей выйти на площадь, его поддержат, туда вышло 50-200 людей. На главной площади страны. На Фейсбуке сразу прибегают 3000. А сейчас будет им 20 тысяч. И то, и то, и то. А Фейсбуке... И тут ситуация такая. Они думают, они обязательно используют все эти технологии для фальсификации. И в плане в руки. Как только они будут это фальсифицировать. Серьезно, такое... Такое негодование у нас будет. Такая волна пойдет, что он реально сметет их всех в черт. Поэтому, как раз третья часть, и будут окончательные их гибели. А я знаю, потому что они шатные, им некуда бежать. В Россию, скорее всего, их не примут. В Европе они уже ждут, уже следователи руки потирают. А в Америке я знаю, что происходит. И они это знают. Визу половину из них уже не дают. Например, американскую. Критикуют направо-налево. Финансирование ВФ прекращено. Финансирование Евросоюза прекращено. Нам, к сожалению, прекратили приостановку и безвизию. Надеюсь, этого не будет. Но... Вот в такой ситуации некуда бежать. Я не буду обязательно фальсифицировать. Мы должны быть готовы к этому моменту. И как только они будут фальсифицировать, вот это будет начало их не только простого конца. Я бы выразился более сильными выражениями, но не позволяет. Нам же говорить спасибо. Пожалуйста. Я бы сзади. Добрый день, Евгений. Скажите, пожалуйста, какие у вас рецепты, как можно побороть коррупцию в силовых структурах милиции, прокуратуры, СБУ и судов? Есть ли у вас какие-то конкретные предложения, как народ Украины может справиться с такими проблемами? Как раз, значит, у меня 4 лет назад скояли звучение. Я вот там написал, а я не буду. И верхнівку изменили, а клоуни поменяли. Для чего я буду? Я вот встречаюсь с линчами, и так далее. У вас всю эту владу уже перехалпу, вы все ненавидные. Ну, это зрозуміло, все зменить. Плюс, это прокуратура, говорится, что вы рецепту, это зрозуміло, менять треба. Я за друге. А с кем вы собираетесь обдеваться, с якими партнерами, и кто вас, и хэф, и так далее. И я еще был 2 января в поддержку Лидии Ноздровской, я был на митинге, милиции в Киеве. Я ее поддерживаю, я это все видел живьем. Он, Михаил Михайлович, то, что со мной произошло, я пережил загрозное убийство, которое организовано. Это моя мама, которая была жестоко избита, связанная милицейскими хомутами в своей квартире в три ночи. И сейчас эти люди здесь, в Днепропетровске, в прокуратуре, вот правильно люди говорят, они сейчас на руководящих должностях. Нас убивают жестоко. Киллер в 5 часов ждал меня возле подъезда, даже смелости не хватило спереди стрельнуть, выстрелили в спину, потому что это ГГБшные, бывшие все работники. А мою маму жестоко в своей квартире ночью на втором этаже выбили нахуй балкон, связали хомутами, те же милиция, которая ходит по Киеву с этими хомутами, спецтреста, руки-ноги, и больше 40 минут избивали. То есть просто, просто успевали. И ничего я не могу добиться. У меня три уголовные дела, все сфальсифицированы. Все сфальсифицированы. Вот как бороться с этим? Вот я постоянно поддерживаю, вот Ирину Назаровску, она просила помощи, и ее убили. И это убили, это власти убили, потому что тот человек, который на себя это взял, он не мог это сделать. 12 ножевых ран в шее, перерезана сонная астерия, и он 2 километра ее нес. У меня было первотечение в крюшину, я три крови потерял, так у меня следы в подъезде, а у нее это шея. И я говорю, это все вранье Порошенко, лично высказывал по телевизору, высказывает на Бройскин, и высказывает на вакуал. Как они это себе все представляют? На самом деле, с Назаровского вебсера это право, потому что Фабула-то какая была, что случайно встретил на остановке, случайно у него оказался нож, сразу ударил, сразу убил, и долго нес, и никого ни следа, ни крови, ничего никто не увидел, все где центра сила, ну, Киевский область. И очень хотелось, что это так было. Но мне кажется, что в вашей истории гораздо сложнее. Ситуация очень простая. Как они сейчас управляют правоохранительным органом? Они говорят, что то, что нам, это феодальная система, то, что нам нужно, это вы для нас будете делать. Будете к нам оппозиционеров, будете там в Саакашу или по крышам гонять, у бюджетов, а то, что вам нужно, это мы на беду будем закрывать глаза. А что им нужно? Им надо гнобить бизнес, и им надо заниматься реально, а если бы уже не существует в Украине. Когда мне говорят, что надо реформировать, все очень просто. Полицейскую реформу они убили, потому что рыба гнется головой. Эти патрули, которые ходят, они просто статисты. Они ходят на машинах, ездят, которые там как елки, там мигают, от них толка все равно нет, в общественном порядке они реально не защищают, и заплату на них мизерные, там огромные от других людей. Потому что сначала и почему от них еще? Потому что им поддают поручения, которые они хотят убавить. Вот мне, постоянно, вот ко мне подошел киев человек, мне давали поручение против вас, и я ушел из-за чего. И просто рассказывал, я говорю, может быть, я не хочу, но чтобы знали, вот на это дело, это дело, это дело, и вот я как просто, меня как тошнит от того, что они меня поручали, я вверх не хочу сказать. Я сейчас хочу выехать в Польшу, когда выеду в Польшу, может быть, откуда я запишусь. И это в работе в прокуратуре. Точно так же. Значит, поэтому в Грузии, например, в Министерство безопасности мы закрыли. Если СБУ закрыт, ничего плохого для безопасности страны не будет. Страна будет больше безопасности, если этих пландитов не будет. Стране нужно, вот видите, какой банк на сфере есть, стране нужна маленькая контрразведка, эффективная, вознащенная средством, которая будет работать против врага. Какой к черту бизнес их собачье дело? Какая эти компании, какой там этот самый, как его, шоколадный, там, это взяли бедного, бегал, это, житомирские фабрики, сейчас сидит визор, Бойка. Какое их чертное дело, это их дело? Они просто реально, реально всех разводят. Это первая история. Вторая история. Полностью профессионал нужно сохранять, в любом случае, полиции нельзя, выгодить, сколько профессионалов, это мы должны понимать. Есть всегда вот профессионалы, которые при всех властях будут работать, если даже хорошую оплату, они будут честно работать в бедовой власти. Но все начальство надо менять. Сколько, во сколько скандалов нужно пропадать? То Чеботарь этот, многократный, был замминистра внутренних дел, Чеботарь, у которого в кабинете записали 16 часов, как он уберет взялки. И он с замминистра продолжает быть. Этот, скажем, Димчинов, этот, замклава СБУ, сколько можно расследовать и показать, что человек поддимый. Кто против меня это дело, которое делало, Кулик, глава группы. Кулик это обычный бандит, прокурор АТО, который нам уличил, что он где-то 30 или 40 миллионов долларов у него почему-то, в виде имущества. И они должны были его посадить, Луценко его прикрыл и дает им расследовать самые грязные дела. И кто? Это будет Луценко, а Луценко сам. Извините, я был, я сказал, я был президентом 9 лет. Моя жена из небедной талантской семьи. У меня все доктора наук дома. Моя мама до сих пор работает, у нее очень высокая зарплата, она руководит университетом в самом городе Бруси. Они все смеются, ага, мама тебе содержит. Нет, мама, нет, я тебя содержу, но мне очень приятно, что я ее не содержу. Потому что у нее больше, чем достаточно на это зарплата. И при всем этом, Луценко имеет дом, который 10 раз больше моего дома. Его жена по декларации минимум 100 раз богаче моей жены. Жена 3-го тысячелетия. И когда Ирина Назровская убили, она не стала женой женщины никого. А женщина 3-го тысячелетия, она богата, жена импрокурора. Посовместите, что главный представитель президента Верховной Ради. И вот эти люди выходят и нас обвиняют. Эти люди выходят и вас гоняют. Эти люди выходят и кого-то смеют в чем-то виноват. Вообще все наоборот в стране. Боры стали прокурорами, люди стали жертвами, защитники наши стали самыми опасными нападающими на людей. И все наоборот. И потому нет экономического роста. Как? Чтобы Украина не росла, это не может быть ни правительства. Нет. Самый интеллектуальный центр большой Украины. Реально, извините, Советский Союз там всегда управлялся. Украина всегда от сюда управлялась. И не потому, что там люди просто специально это было сделано. Просто самые умные люди. Самые лучшие управленцы. И где, где потрясающий инженерный город, где есть до сих пор самые лучшие в мировом масштабе технологии предприятия, где есть фантазический уровень образования, даже до сих пор. Ну, сохранился, он очень резко падает, но и сохранился. Главный рекордсмен в Европе по оттоку населения. Ни из одного города в Европе и Азии, кроме Сирии, не уезжает столько людей. Посмотрите, сколько из них было. И это катастрофа. То есть, это, это и есть показатель того, что в нашей стране. Почему? Все очень просто. закрыл сад, закрылась граница. Не был частью большого индустриального комплекса. Ну, тупик образовался. Очень интересный город. Тупик образовался. И если Украина будет не расти, как сейчас, это будет углубляться, это конкретно будет расширяться. И просто все будет загнивать. Если Украина будет растить на 12-14%, она поедет куда-то и немцы поедут вместе с Украиной. Более того, не будет везти Украину. Но в стране, где никому не нужна индустрия, в стране, где все думают, что главное, что популяризировала база, в стране, где все убьют, нет никому не нужны. Ни шмеры, как кому не нужны. Специалисты никому не нужны. Умные, умные люди. Просто знаете, вы проверяете вопрос, очень интересный. Значит, есть отряд города в Украине, где 80% людей говорят, что они чего-то ждут от государства, от правительства. Вы знаете, где в Дипле как было? 75% жители Непрой ничего не ждут от государства. Главное не мешать. Говорят, перестать нам мешать. Это абсолютно уникальный город. Такого металлитета нет. Ни в Альбоме, нигде, ни в Одессе. Я всегда скажу, что в Одессе, я очень люблю Одессу, я попрежу Одессу, они были привлечены, ничего подобного. Непрой, по этим вопросам люди гораздо больше не зависят. Потому что в Одессе все равно таможнее, когда эта ситуация, они слишком были привязаны вот этим государственным вещам. Здесь лишь бы не мешать. Я встречал, встретил предпринимателя, в Аэропорту, когда еще летал, значит, он говорит, не прав. Он говорит, ничего, Канаду продавать технологию для производства колбасы. Я говорю, как колбасы? А где вы еще продаете? Мне прийти, производим эти котлы, и там еще какое-то оборудование. Я говорю, и куда вы продаете? Ну, продаем большую, Германию, и сейчас хотим продать в Каратах. Производство колбасы? Я всегда думал, что мы, всегда сначала заводили колбасу из Германии, потом завозили оборудование оттуда, и я всегда думал, что на этом оборудовании, как во всем мире, здесь ничего подобного. Показать, здесь производят лучшее оборудование, чем в Германии, и больше, или, по крайней мере, более конкурентоспособной по ценам, я не покупаю. То есть, как от Китая. Как от Китая? Где-то еще есть здесь. Как можно это в неправильной, правильной не смотрит? Как можно, как настолько не надо думать вообще про страну, что имея такой вот, сам главный Иисус Украины, не газ, не земля, чувство. Пока еще люди. Пока еще люди. Но, вы прекрасно знаете, что происходит. В этом, как в прошлом, надо мы потеряли еще, где-то 750-800 тысяч людей. Причем, сначала уезжали пожилые люди из Западной Украины, ухаживать там, за, там, детьми и так далее, в Италии, в Паркумаре и так далее. Потом поехала вся Западная Украина, а сейчас поехала вся Украина. И в основном уезжают молодые. И они уезжают, потому что все очень просто. Ты здесь приглашаешься, мне, когда вчера там, Мер Киева рассказывал, что там у них дефицит, по-моему, это 40% или что-то, в автобусы водители, автобусы водители все уехали, с Киева. Из Одессы 70% выехал. Да, потому что, извините, там они максимум получают, максимум 300 долларов, а начальная цена, где-нибудь там, сразу на границу больше, первые уже приграничены, тысяч долларов. Вот именно. и более того, они охотятся на людей отсюда. Я же даже, Канаде, Канадцы стали самые умные. Они что делают? Они, значит, они говорят украинцев, вы приезжаете, у вас есть курс, вы должны учить английский, обычный канадский, общий, вы должны за это заплатить. 20 тысяч долларов на человека. Заплатить автоматически получать, ну, сначала, ну, разрешение, а потом канадское гражданство. То есть, они что, они заставляют людей здесь все продавать. Машину, квартиру, все, отлично берут, так. Уезжать с концами, потому что нет квартиры, ничего уже. Забирают лучших людей, у которых вот что-то есть, и знают, почему забирать. Никто в Канаде не возмущается, почему украинцы приезжают. Все возмущаются, почему там из арабских стран приезжают, из каких-то африканских, украинцы двумя руками, лишь бы приезжали. А украинское правительство, что рекламировано больше всего? Без виз. То есть, лишь бы выезжали. Какая страна хочет, чтобы из нее люди выезжали? Это реально, это правительство, когда, когда они уже не будут правительствовать, надо на них просто опыты провести, к нам о мозгах у них устроен. В поднятии скелеты, то есть в черепе, реально хорошо изучить мозг. Они сейчас на чего докатились? Они докатились на чего? Они начали говорить, как просьба говорить, что коррупции у нас нет. А у них есть другой главный праховод, это Портников. Тот говорит, что коррупция – это очень хорошо для второй нации. Благодаря коррупции у нас есть демократия. Они уже нам окончают. Говорят, что коррупция – это класс там. И они больно его говорят. Если ты говоришь про коррупцию, ты агент внешних сил, которые хотят расхитить, расхитить Украину. То есть, любое посекательство, на суверенитет их собачьей будки, помните, Порошенко говорил, что собачьи будки не построили. Они свою будку построили. Ничего не построили, по большому счету, кроме собачьей будки для себя. Любое посекательство, на суверенитет собачьи будки воспринимается, как происки внешних сил. Раньше, как говорили, что российская рука, сейчас вообще внешние силы. В принципе, на американцев, на европейцев, всех подряд. Лишь бы не трогать. Но при этом, мы понимаем, что происходит. Мы просто, сейчас я приду, мы просто понимаем, что депр никуда не уйдет из Украины, но целый ряд регионов Украины на грани того, что если это будет продолжаться, просто будет развал государства. Потому что реально есть целый регион не только на юге и на востоке. Но, кстати, на Карпатии проблемы у нас, в Букавине у нас проблемы, некоторые районы в Полесе, там, в правительство власти давно унижение души в Муштинской республике. Да? Там есть специальное правление коррупционеров из МВН вместе с Муштинской республикой. Да? Не только раз и два, там все вагрят. Вот, прошу. Давай, давай, будь ласка. Добрый день. Николаевич, я извиняюсь, я хотел бы сейчас, в первую очередь, к людям обратиться. Ну, как-то все, наболевшие, есть вопросы, потому мы, несмотря на погоду, сюда приехали. Я уже сидел. Я хотел бы, чтобы это все, как говорится, было не на одном на этом мелком уровне области. Я хотел бы, чтобы вся страна поднялась. Поэтому вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, есть ли реальная вероятность украинского, я его так называю, украинского, европейского народа увидеть вас на, то, что уже сейчас есть на телевидении, увидеть вас на Брайтане с нашим, как говорится, президентом и с вами. Один на один. Пусть народ весь посмотрит. И пусть вопросы эти, которые у каждого сейчас наболевшие, выслушают от вас. Спасибо. Вы прекрасно понимаете, что Порошенко не только меня не хочет увидеть в эфире на один на один, вообще не хочет меня увидеть в Украине. Сейчас ситуация такая, что, значит, они, чтобы понимали, лучше все происходит. Они возбудили против меня уголовное дело, но дело-то липовое, они сами знают, поэтому особенно этим делом не занимались. За все это время, как говорят про дело против меня, меня допросили один раз. И я рассказывал, что у меня спрашивают. 30 вопросов, как вы политики, как вы испытаетесь менять Украину, как вы говорите с другими партиями, короче, ликвец практически. Их это дело не интересует. Но, то, что они ускоряют, истерично. Это суды по депортации. И что они делают? За мной бегают менсионеры, с повестками тебе надо в этом суд, в этом суд, в этом суд. Я внес, встану, чтобы мне дались правку, что я легально в Украине, потому что я даже билет не могу взять на Интерсити сейчас, потому что у меня нет паспорта. А на эту правку они не могли отказать, потому что он был дали. Но потом, сразу же начали отказывать, и я внес на них суд. Суд я проиграл, как следует было ждать. Но я вне чего это делал? Прямо скажу, для того, чтобы выиграть время. Поэтому я подал на суд в последние сроки. И потом сказал, что у меня еще 30 дней обжаловать, это их решение, а потом еще, может быть, неделю пока они суд не назначат. Что же, чтобы еще полтора месяца легально быть Украиной. Миграционная служба Украины внесла суд скарбу на выигранность и ежедела. Сама внесла суд. На себя. И сказала, что требует признать этот суд зараз. и на следующей неделе он мне назначен суд вместо 30 дней. То есть, такого он мировой практики будет. И кто этим занимается? Все понятно, кто занимается. Один человек. Вместо того, чтобы заниматься страной. Вместо того, чтобы заниматься вами. Вместо того, чтобы заниматься, вот, как раз, хотя бы, ужасающей историей, с вашей конкретной историей. Вместо того, чтобы заниматься международными вещами, которые Украину лопнула полностью сейчас в последнем году. Сколько времени уходит на эти юридические ухищрения, чтобы одного человека выдавить из страны. И реально, я, наверное, мне кажется, что ж мне кажется все в этом. Что это мне снится, что это не может быть так. Да, и вот, вот, и, и с теория выгнали, вытворили трех грузин, выгорали в улице, они все, и двое из них, сюда есть их семьях, там, один вышел за ребенка, я видел, ребенка, четыре месяца ребенка, болел, девочка маленькая, коррена, вышел зашел, покупать себе лекарство, с аптеки похитили, в квартирной форме, но на спецрейсе на сквуарте отправили грузин. Спецрейс на сквуарте стоит минимум 100 тысяч долларов. Туда обратно. Вместе со спецназом. Потом похитили другую группу, четыре человека, на трех вертолетах, трех, как будто Валтий вертолет нельзя попросить, трех вертолетах отправили окольным путем в Одессу, через Западную Украину, чтобы запутать следы. Потом, тут делка держали там их, потом поставили на парон, парон, вместе с ним послали, спецназ, минимум операция тянет, где-то тысячи, на 130 тысяч долларов. тысячи долларов. человек. Сказали, что на охрану акций наших, они потратили, ну, этот, я сказал, 47 миллионов, а они официально признают это все миллионы. Гривы. Но извините, что нельзя было эти деньги, на что-то более путное потратить. И чем они занимаются вообще? А вы говорите, дебаты, им дебаты не нужны. Они думают, что все свои вопросы решают через парахлодов, через высылки, через суды, через прокуроры, через СБУ, в том числе, через убийство, к сожалению. Но не пойдет. Сколько веревочек не видится, все равно это все у них потом в руках забывается. Потому что это так будет. И я уверен, что мы врачи. Просто мы должны знать, что цивилизованность дебатов с ним не выйдет, как мы этого не хотим. Так, давайте. Меня зовут Андрей, я из желтых вод, безработный инженер-наваджик. От ремарка по поводу плана не два вопроса. Значит, план хороший, есть вопросы в мире власти. Когда? Быстро или через два года? Если, ну, хоть так, хоть так. Майя ремарка аналитическая в следующем. Нам нужен телевизор. У нас все медиапространство занято парохоподными каналами. Все, что угодно. Один, просто один, Коломойский, Чемполомойский, все. Где? Где урон, где ваш сенатор американский? Где помощь? Где нам сделать свой телевизор, чтобы у нас был свой канал, чтобы нам, бабушек, на гречку, не только нас 3% по всей Украине, чтобы нам хоть немного сделать наших сторонников для того, чтобы или мирным, или немирным путем менять власть. Главный вопрос смены власти. Без смены власти мы будем живать сутки. И два маленьких вопроса. Первый, ваша гайда, у вас, когда есть, отец, она осталась почему-то в команде Порошенко, так или это, и кем она работает, почему она осталась. Ну и Курченко. Я как бы понимаю, что это все его дано. Тем не менее, вот, ну, а, ремарк. Вот вы говорите, 95% меня видит Порошенко, но при этом эти 95% вас и нас, ну, нас считают нехорошими людьми, а вас называют клоуном, гастролером, кто же вы говорите? Популист. Популист. Вы популист. Вот, значит, клуб гастролер популист. Те 95% которые ненавидят Порошенко, они не относятся в должном образом к нашим детей. К нашим детей вот этой беспорывности, без коррупционности. Спасибо. Я думаю, что очень правильная ремарка, и хочу так сказать, Украина сейчас не разделена на Западный Восток. Больше. То есть, это когда-то так было, совсем недавно так было, благодаря многим событиям, вопреки желаниям наших предприятелей. Сейчас Украина делится по менталитету. И этот менталитет, одинаково представлю, в Днепре, в Чернамцях, в Одессе, во Львове, в Сумах, везде, в Киеве. Люди, которые приемляют коррупцию, вы совершенно правы. И люди, которые сказали, что там нам, мы, реально, все наши проблемы откроются. Эти люди, которые приемляют коррупцию, они говорят, что главное, чтобы не было хуже, зачем это самое все равно, что ничего лучшее не будет. Да, и другие придут воровать, какая же самая из-за этого видели. И в принципе, их опыт тоже, их нельзя понять, им опыт основывается на своем же опыте. И это какая-то еще вот совковость. И совковость это не возрастной понятие. Потому что я много молодых совковых тоже видел. Совсем уж малой молоденький, которые, я не знаю, как будто там партнер в Англии отмели не ездили, но остались там. И поэтому мне кажется, что как, чтобы это прорвать, нам надо брать инициативу. Все равно у обоих магнатов не было своих каналов. Ну, почти нет. И каждый раз прорывали информационную пространство, смелые люди, которые, потом кто-то прав у них и забирал их в победу. Реально они пробивали. Это первое. Вторая история, что и мне кажется, что мы все равно пробиваем, ее пробиваем, реально пробиваем. Полтора года у нас меня вообще не забыла показывать, потом обменяли регистрацию моей партии, потом мы решили мне гражданство, потом многое чего было, но сейчас как более-менее какие-то каналы все равно пока хоть плохо показывали, не то хорошо, мы уже заметили. Канал Ахметова показывает 23-серийный фильм про меня, снятый на день Газпрома. Где там, я не знаю, все подряд, я не буду вас пугать. и так далее. Такого этапа я не думаю, что такое. И поэтому также, как вы спросили Литра Курченко, извините, я вообще этого человека не знаю, глаза не видел и вообще не знаю, кто это был. Кстати, остальных олигарху не знаю, наоборот, я некоторые, которые фигурули в этом деле, знаю очень хорошо. И Коломойского я знаю очень хорошо и так далее. Значит, но вопрос в чем? Оказалось, что деньги Курченко откуда вообще стоят? отбывала Контарева по синюх. Это их деньги. Они были Курченко и компания дали компанию Хорошенко в 2012-м еще до Вайдана. И эта история продолжалась по сей день. Когда эта компания отбывала и более того, часть денег, естественно, через них они вывели, а другую часть сейчас они поделят после того, как эти компании будут возвращаться от детеки отбывала. Вот вся история. Они оказалось в барат по синюх. Финансист Порошенко был оформительным сделки, по которому Курченко купил все вместе. Он был главной компании, главной, а по синюху это еще 100% Порошенко. Это у него нет бизнес-проекта. Всегда был в предваре. Даже когда Порошенко где мне был. По синюх оформил этот контракт. Какие еще доказательства можно у них связать? Извините. Это раз. Во-вторых, мне кажется, что интересно, сейчас по синюху переехал в Лондон, потому что он почел жарен. И оттуда отправляют финансами его превосходительству. Поэтому там тоже не все хорошо. А мне кажется, что как нам проверьте это пространство, я думаю, что просто когда нас будет очень много, а нас будет очень много, никто не сможет анагерировать. Мир сначала это будет показывать, а потом все остальные. И более того, и теоретические каналы нас покажут. Просто вопрос в том, что потом из-за этого мы не должны пойти с ними на сделки. Вот главный вопрос, который не обладает. Вот. И поэтому первый закон это закон про олигархов каких-то. А здесь уже олигархов каких-то. Да, я знаю, что они есть, но это таращили. У нас есть главный проблем олигархов. И то, что не поймет норвежец, причем тут в законе, допустим, для олигархов. Да. Здесь надо принимать этот закон. Как же как грузинский закон получите специфички. Ну, зачем такой закон принимают в Весландии. Правильно? А здесь это очень важно. В Белокрусе важно, потому что иначе... Вот точно олигархов значит уже виноват. Олигарх значит ты не должен владеть Масмедием. Ты не должен покупать, участвовать в политической компании. Это строго регламентировано. Ты не должен ни в коем случае монополизировать сферы, как я это сделал. Я расскажу историю Коломойску. Я хочу сказать что в Коломойску у меня был острейший конфликт по госсоветслужбе. И реально благодаря моим наживам тогда понятно что какие-то другие конфликты мы у него забрали госсоветслужбу. Там у них был свой человек сидел. Мау полностью расширел на их рчах. У них была полная монополия. Немного компания допускали на рынок. Мау был ужасный сервис. Мау самолеты опаздывали. Слава Богу что не подальше было. Все остальное было и мы сняли это в то есть и знаете сейчас Мау стала намного более удачной компанией. Она переструилась. Она забрала на некоторых направлениях между снизил на некоторых забрала трафик из Центральной Азии. То что выглядели чем выглядели когда у них было государство за ним. И это прекрасный пример. Даже для них они глупые не знают этого. Но если они будут контролировать государственные ресурсы даже некоторые из них даже может быть лучше себя чувствовать чем сейчас. Но сейчас они не могут иначе они не могут что еще они себя очень неспокойно чувствуют если прокурор у них судья госслужба у них все остальные ахмедов монополия это общее запрещено в Европе это официально запрещено в Европе ты не можешь в одних руках иметь источник генерацию дистрибуции и поэтому в Европе дистрибуторские сети нельзя владеть больше процентов дистрибуторских сетей потому что они должны докумировать они должны искать дешевле энергии у других источников а тенцы должны искать дешевле уголь для того чтобы дешевле продавать это можно заботом урегулировать буквально за два дня и это легко делать тогда олигархи никогда больше не политику надо за него наследить службу так это они а сейчас они у них просто я извиняюсь я хотел я вертаю все 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 у нас есть проблемы но мы их не 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 треба я думаю лат и разбудовывать партийные ячейки в области в местах на район я хочу сказать я хочу представить у нас координатор офис я я не 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 он 8 8 сели и поехали на улицу а вот она всегда была на раскладе а потом какой-то момент рейдерский заход компании поделал и она повышена молодая но она не беда так и когда человек его возраста с хорошей квалификации супер рабочий опытом теряет потому что никто больше тебя на работу не берет и ты можешь так 40 лет оказался не удел пенсии еще далеко и дохода никого нет и таких людей все больше и больше и больше и это самое у нас молодежь еще может выехать это самое ужасно она может еще себя спасти они реально никуда не могут деться и поэтому эти люди должны изменить ситуацию есть еще два года есть вот так прозевать потом еще будут выборы потом еще поменяться в это время проходит и проходит и квалификации теряете думаешь какие-то вещи надо узнавать чужой рынок тоже как рынок и нет страны вот конкретно у чехова мои случайные очень хорошие знакомы с диванного этажа они были на первых диванного другая у них времени нет у нас в одном подъезде но в соседнем подъезде было две разницы тогда случайно так оказалось и вот так вот так поэтому нет у нас этого времени будет и вас сегодня очень интересно послушать потому что очень много интересного призыва это взяло реально будь ласка я хочу доповнить еще Михайло говорит про те что треба законы против олигархии я уже почаил работу я ему там привез будет пакет законов в разных направлениях это только в экономике базовая речь власть требований забрать и повернули все борги которые они наобили там до 16 миллиардов у деяких олигархи долгий моргин забрать и мы все привели и повязанные с бюджетным процессом податковым процессом банковским процессом позбавить тела дефонтистов прав володите нашим сельским господарством вывозить все за межи краины нам ничего не залишать что зерна не вистачает в крае демонополизация правила Михаил Виколозович это целоспрямованный порядок и повязан с перетворением нашей экономики на рынковую конкурентную систему где не будет олигархии где будет и такой властей где будет не будет зловживание финансово и политикой на свои выгоды и где будет ацент на підприемство на малий и средний бизнес потому что только они дают экономики инновации науково технические инши до 70% рабочих мест я просто хочу сказать что Немеччина 50-х роков я была полностью сруйнована в период своей войны в 50-х роках начали реформу мы знаем что реформу они провели и так далее теперь стает видовым что они поставили на малий и средний бизнес у них 80% продукции выпускает малий и средний бизнес а таки там фольксваген и другие великие корпорации берут малого бизнеса деталей просто занимается сборкой дизайном конструкции и взбутом и так далее так далее вот как выросли Немеччин и мы думаем что это трепниться но требует по-другому поступать я хочу просто мы не бачили из Михаила Николаевича а я ему брал я взял только таких штучек что он знал что мы начали экономистов я сбираю мы разработаем будет концептуальный пакет законов в разных направлениях и их треба мать и когда мы прийдем за вклад и треба шутко дично их приймать потому что они все привозят с края додого что-что что-что и И, например, одно из выражений ваших, которое вы говорите, что вы готовы быть, которые вы задавали вопросу президентом или нет, и высказать быть старшим тренером футбольной команды. То есть футбольная команда всегда, в спорной, которая украит, начинается с эракуума этого дня. И поэтому мы должны бить, в первую очередь. Я 10 лет, то есть меня в декабре 6-го года избили на работе. Но мне 19-го часа идти на степище заседание суда. У меня с газовым хозяйством с 15-го года вне силы в ГДР уголовные дела, которые отвергнуты против газового хозяйства. С 16-го года с февраля месяца 2 года против местного города, местной рады, веконавчиках, это не дела. Я пишу прокурору, все равно приходит ответ прокуратуру города. Прокурор бесчинствует. Мы сегодня пообещали, что открывают опять все три дела, которые у нас есть. Я повышаю, что у меня еще есть по футболамке. И хотел бы сказать всем, о чем мы говорим. У нас закон про газовое хозяйство, который мы говорим, и закон о коммерческом учете в городе ГАЗ. И до 18-го года, до 1-го января, нам должны поставить не счетчики, а учетом карты против. То есть, значит, с 1-го января, 18-го года, мы имеем полное право и не оплачивать. Пока мы им будем миллионы на офшоры, которые они плодят. И у нас конкретно председатель сельсовета, который борется и завтра на телевидении будет. Офшорная компания, которая зарегистрирована с Дипропетровск-Разбук, как и все Разбукты. За границей и за границей. И купили его в Катли. Милиционер ведомки. Миллионов долгов в Дипропетровске, тепловых сетях долгов. 400 миллионов. На считанный мертвый приходит судового выбора. Белый Владимир Иванович. Мертвый. И ему угрозы. Где могут запретятые за границу? Ему там налоги будут еще платить. У меня свадьба умерла в 99-м году. Меня заставили сейчас записать договоры фуроризации на 32 тысячи, что надо было. Какие вопросы? Кому мы оплачиваем? Конкретно мы говорим, если плата не ездила, вы бы вы сказали, то ее надо чистить с хвоста, и мы чистим с хвоста. Если плата загналась на сверху донизу, то снизу надо фунтан. И претежист, вы назвали Дипропетровск, и претежист Кузнецакадрова, Брежнев, Щербинский, а сейчас кто? Кум, Ройск, Белорусов, Форс, Форов, который прошел от коммунального предприятия до замминистра, и вернулся и грабился. У нас пять группов по ЖКХ за прошлый год. Кто отвечает? Кто? Говори, у меня женщина, которой я занимаюсь, у нее в мае месяце отключили, раз, это побык, это я, после женщины, она сидит без раз. И теперь принес еще за электронерию полторы тысячи, пенсию я не знаю. Не добивай. Вот это пока мы сами не поймем, не пройдет, не будет президента. Вопросы, вопрос, вопрос. Не, мы слушаем. Я говорю, не вопросы, не задаю вопросы, я говорю к вам, что нужно сделать. Я отвечаю вместо него на ваш вопрос. Ну, видно. Это тоже, наверное. С вами, с вами, да, вы, масяна. На самом деле, у нас диалог идеальный, мы слушаем друг друга, этого чего же вы там, вы там передайте, вот там, вы тоже, вот молодому человеку, выедайте сзади. Вот там, 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 нет, вот там, сзади вот. Не работает, добро. Я, я хочу сказать следующее. Вы говорите, уголовные дела не расследуются. В стране не расследованы три главных, самых резонансных уголовных дела. Убийство Кугадзе до конца не расследовано. Кстати, я сидел в той же камере, что я сидел, Пухач. И там на камере была железка, ну, я думаю, что это шло, значит, он говорит, это Кугач же сидел. И он все время думал, что его в снайпер подстрелили. То есть, дело не расследовано. Если один из фигуратов думал, что кто-то хочет его убрать, чтобы он молчал, значит, главный заказчик не наказан. Так, и это первое. Второе дело, отравили президента, кандидата президента. И президентом, это позор для страны, что отравление президента не расследовано, даже вообще по развиванию и близко нет. И третья история, это убийство на Майдане. Три главных мещения, они никто не наказал. Особенно за последнего, вообще никого не даже близко не подошли. И почему я говорю, что? Вот это означает, что во власти еще сидят люди, которые хотят, чтобы это не расследовалось. Потому что любая у нас, которая захочет это расследовать, запросто. Я говорил с прокурором, который расследованный отравлений ученика, там все расследовано. И знаете, больше всего материалов туда. Грузинская прокуратура применила, потому что им дал, потому что какие-то вещи были связаны, пересекались в Грузии. Я не говорю, что больше всего информации отдам, но все мешают. Сделано расследовано, никуда оно не пошло. То есть оно, по суку, кто его положил? Прокурор очень фрустрированный, эти следователи. Это было уже 10 лет назад, они говорят, без лишения. 10 лет во власти последнего Украины есть люди, власть менялась несколько раз, которые не заинтересованы расследования отравлений. То есть это участники этих событий. Если ты участник этих событий, то есть преступник, если ты преступник, и преступник во власти, это кричи к рабовому. Убийство на Майндане, только что отпустить главных там, убийство журналистов, беременея Кристина, еще двоих. То есть, каково, договорилась была. Даже тех, кого поймали, за убийство, тех отпускают. И это договорилась уже тогда объясняется историотиком. Если деньги делят, то можно и об этом договориться. Я был в Одессе, когда в седьмой километре скоро в Одессе контролируется, инакиевски все мои попытки выбить инакиевски оттуда ничем не закончились. Потому что Киев все суды мы проигрывали. И это можно продолжать. Поэтому, если не поменять эту систему, реально у нас есть ли, представляете, эти все три преступления, я назвал они, середина девяностых, но у нас дорога на девяностых. То есть, все это время, друговая порога, которая не позволяет никого трогать, садоровано, а сейчас уже 2012 года. О чем это говорит? Что все прогнилась, а эта система, ее надо срочно менять, потому что нет еще, а следующее, 20 лет, чтобы в этом жить. Потом их дети будут еще приходить в власти, и дети будут заботиться, что их родители никто не пробовал. Кстати, вот в моем случае, родные прокуроры, договорящая, у него один тоже прокуророл, договорящая, тоже был в разных грязных делах участвовал. Передалось к обеду сыну, это уже дети уже вышли. И делают такие же грязные дела, вот это семейно градиции. Вот о чем мы говорим. По футу? Что? По футу? По футу? По футу? Знаете, главное, чтобы не было безнаказанности. Я в Кузе все время был инициатором отмерзной казни, когда был полаганить. Я не веру смертную казнь. Я знаю, что люди говорят, что надо их в Китай стрелять. Знаете, смыть цивилизованность там. Но даже цивилизованность не значит безкарность, безнаказанность. Это не значит того, что люди не должны... То есть здесь никто не отвечает ни за что. Проблема в чем? Здесь символ всего Нассира, Розенплат, вся эта Шушера. За что? Кто-то помнит уже, уже забыл, уже счет потерял. Их на одного репло, вы от себя спортивные сфотографируете, а остальные уже даже не фотографируете. Даже я этого уже слишком. И потом все отпускают на все четыре стороны. Поэтому вот вся история. Будь ласка. Боевые дадутся. Громадская организация Балдинский центр Вильнадоле. Балдинский центр Вильнадоле. Так или нет. Один один человек. О которому уже haga danger жизни. В него уже стреляют, его подкладывают. А он иди борется, иди в суды. И сейчас в апелляционном суде, вот на этой неделе, передали суд. Придите, люди прийдите. Это ж мы. Что вы тут говорите? Наша военность принимает за нашу... максим селизаветовки и он реально значит он постал против этой компанией я знаю это моя знакомая владелец костейцы она у нее свои гостица с мужем в австрии там она успешно украина как разограницем парк у них разбежали там и решила у себя дома тоже построить там взять несколько десятков людей дать работу иногда приезжают но она специально сделала по современной технологии газ не нужен она думает билетами у него солнечная батарея я а потом не пришел штраф за газ уже до миллион гривен и говорит плати и все закрою давайте говоримся давай 50 50 все что договариваться и она уже какой месяц и платить ситуация спасибо макси сказал что эти комитетные цены по костюм украины до метра принадлежат народу концепт концов на вот пятнадцатый очень имкостно делись костюм это источник власти приставить туда к нему дедушек эти дедушки зашли его побили прямо в офисе таких людей разных возрастов разных категории женщины мужчин водились и когда мне говорят кто если не мы эти они не пойдут на компромисс потому что уже столько лет они просто рискует своей жизнью они доказали красиво все научились говорить я уже я через себя себя хорошим оратором по союзними у меня нет таких талантов они все очень красиво надо доказать своей жизни что ты рискуешь я когда он переходил границу и когда минус хотя бы закон не нарушал вопреки тому что рассказывает по телевизору с того момента я рискую все и мне кажется что это есть доказательство что мне это безразличное для максима это доказательство хотят убить бьют лицо разбили для вас это доказательство стреляет есть такие люди и этим людям надо давать сейчас возможность работать на страну а не просто быть антихотами и нашли повозу от всех каждого вы правильно сказали клоунами этими как его гастролерами такими такими сумаспродными они говорят дают нюхать что-то потому что иначе так нельзя конечно как можно нормальный человек украине сел на кокс так вот я говорю придайте этой уродливой тетки другого слоя нет что я себе нюхал ему мало не показалось у меня все впереди или меня кокнут или приставят ко мне кому-нибудь не знаю в 2016 году благодаря схеме мне братьям дубинских или с 15 начала гробиться теплосистема днепрометровска конкретно на моем доме проспект пушкина возле воплощей администрации были установлены я председатель войсот без вовлечения меня в процесс два счетчика тепла с нарушением всего законодательства потом выяснилось что эти два счетчика тепла под конец сезона показали разные показания левый и правый счетчика и левого и правого системы и когда я подняла вопрос перед держнадзором у которого мораторий был на проведение каких-либо проверок а сейчас он продолжил и на этот год но это несчастный держнадзор поднял поднял руки и когда пришел на мои проростные пришел все же таки в котельную моего дома то обнаружили мы все что счетчики сняли я продолжила свое расследование мы уточнили и уяснили что и нам показали сертификат державной метрологической аттестации с подробленным пик писалолога непопетровского держства для метролога я сегодня отримала я сегодня отримала постанову про закрытие криминальной справа али у 2000 годинка становилось цели чинники по військовой программе и и своими життями церяльно это замечательно разумеемо лише я не знаю что там порохопоти как говорят цього не разумеют но я хотела бы чтобы весь зал ну тот кто разумеет что вы работаете для украины по-другому теперь ближе к справе коротко в тот момент когда вас посадили в городе Лисичанск и в городе Павловрад кто знает это регионы это такие суровые донбасские регионы мы провели две акции по законопроекту прийняте законопроекта по эмбичменту нас там звинуватило звичайно в усих гречных грехах что мы на путину работаем все как положено вот это было в тот момент когда вы сидели то есть мы не злякались и також предприятие ДТ Павлоград в Угилле где мы проживаем это захидный Донбасс мы в березне месяце организация характерных разом з хлопцами подняли шахтарьев на все протести після чего были подняты зарплаты на всему предприятию от 15 до 28% это я до всех людей вертаюсь не для того чтобы мы классные а для того чтобы показать приклад что это все реально а сейчас из тех людей которых не поломали и не встали на колено створилась проспинка их не так много их всего 20 человек такая же ситуация была как с вашей партией когда вы узнали что название уже Михаила Саакашвили есть и точно такая же была регистрация и у нас нарештем мы добились и сразу после этого большинство хлопцев звольнились сейчас уже 18 день я наголошу на цьому 18 день два хлопца голодуют в городе Павлограде в городе один уже лежит в реанимации в знак протесту другой еще тримается это переселенный с Андрой Карпенко справдя проукраинский хлопец який я понимаю что назад ему нельзя ехать и и втрачать ему даже ничего поэтому мы чему я взял слово вибачьте люди что так долго мы завтра едем до Киеву будем бедя центрального офиса СКМ проводить проводить акцию протеста для того чтобы привернуть увагу и будем ездить по всему посольству с этой же метою знаючи что вы користуетесь авторитетом в свете мы хотели чтобы вы тоже нас поддержали хотя бы информационно хотя бы как-нибудь именно для того чтобы этих хлопцев поддерживать потому что это действительно достойные хлопцы они ни под какой партией ни под кем и весь нам вас будет вам щиро вдячь дякую дякую еще могу сказать что реально тоже свит тримается за рахунок таких людей как вы и я не знаю взагаля иснувала ли еще эта страна наша страна еще украина я обожаю заиграть там еще все разом и помогаем ее поднять а что я могу сказать еще ну и вам хочу ответить я понимаю какая ответственность я понимаю что больше всего не хочется это зачаровать люди мне легче умереть вот я говорю боясь смерти смерти я правда не боюсь но я боюсь разочаровать людей это хуже смерти то есть все боясь смерти качественность не хочет смерти это какой-то шахид но вот больше смерти я боюсь разочарования людей это раз вторая 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 она принадлежит особый двигатель автобуса выпивши влаги там собрались в руки и приехала очень интеллигентная женщина из Днепра и говорит что я как на трех работах работаю я как еле сейчас вырвалась потому что я как вообще не ходил на митинг и я это я как думал вот когда будет решающий момент я приеду когда надо их выгонять когда надо там парикадов там стоять я как приехала сейчас что мне делать кого выгонять скажите и к сожалению вот у меня пока для нее нет пока что она реально вот в тот момент ее разочаровал и мне бы хотелось никаких людей очень много очень много и такие люди реально супер люди вот есть и просто они готовы когда они говорят что в общей площадке тут что было 40 человек и они успокоятся но реально они же видели во-первых на площадке и во-вторых на площадке и во-вторых на площадке и во-вторых на площадке при всем том что это полный информационный адвокат но при всем кто и когда и когда они знаете почему меня выпустить когда я сидел в тюрьме он думал что все надо отсюда точно и больше всего людей тогда пропустят и тогда лучше было меня пускать но почему я говорю что вот я вот 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 я передайте пожалуйста что я готовлюсь в следующий раз я ее не разочарую и в следующий раз мы обязательно доведем и поэтому я прекрасно помню чай куст чая в вашем днепропетровском намете и все остальное и куст сало это все хорошо но сейчас надо и на и на новый год кстати у меня весь стол был не пропит росту полностью нам все продукты здесь супер но не в этом дело продукт проблема то что у всех должны быть эти продукты страна даже жить и страна даже прорваться поэтому у нас будет много встреч еще я хочу первой встречи первым блинкомом я давно не выступал то есть и как видите у нас мы друг друга послушали это очень важно у нас будет еще такая ой будете молодой человек давайте 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 сейчас можно обслуживаться можно обслуживаться чтобы у нас был руководитель который нас бы повел куда угодно чтобы победить этих негодяев поэтому спасибо спасибо поэтому один вопрос когда начнем давить этих гадов единственное потому что вы понимаете в чем сколько мы будем ждать они потихоньку по одному передавят вы абсолютно правы меня уже давят поэтому я знаю о чем пожалуйста мы от вас ждем команду от вас ждем я вот лично готов на все я тоже я тоже спасибо огромное спасибо вам передайте молодому человеку просто чтобы вот там здравствуйте я студент здравствуйте меня зовут а где вы учитесь я в днепре проживаю учусь в колледже в новом московске у меня такой вопрос я был на прошлой встрече вот насколько я на московске я не доехал к сожалению в прошлый раз да ну на прошлой встрече насколько я понял лидером партии являлся Гайверонский Иван ой Анатолий Иванович я говорю депутат от Руху Ляшка так вот как бы мне интересует РНС и Рух Ляшка они будут как бы объединяться будут какие-то сообщники партии нет я слишком не буду объединяться ни в каком виде отлично и другим не советую можно найти получше партнеров в жизни была ли согласована с вами кандидатура Гайверонского Анатолий Иванович я хочу сказать все наши организации это снизу вверх я знаю что днепровские организации тоже были напряжены с проблемами проблемы решаются когда люди сам выбирают знаете Говаровский мне очень нравится он очень низкий хороший человек и реально боец и то что он был у Ляшко это совершенно ни о чем не говорит потому что много людей и даже если не проблема есть люди которые я не был никогда когда по списку мне сказали что я сказал извините я не играю в ваши партии игры потому что я говорю что в Одесской области я не могу быть в БПП потому что у вас это кончеренко и так далее но были нормальные люди вы про Машу Гайдар спросили Маша Гайдар советник у Кубарашенко но она пришла ко мне на суд и поддержала меня а советники меня заставили потому что там у всех жизни выбор у нее дочь которая там не может не может куда выехать потому что у нее нет статуса у нее тоже могли забрать гражданство каждого человека они у них свои методы как людей убеждать и не от каждого надо требовать героизма но то что она пришла на мой суд это уже было очень хорошо с ней но все организации убирают руководителя снизу вверх и вообще нет я же не какой-то там вошь там какой-то там это самое тем более месье и так далее я обычный человек со своими ошибками со своими этим у меня нет претензий на это я много чего до сих в жизни но я тоже знаю свои минусы извините и и лучше вас никто не знает что вы лучше для вашего города для вашего сила для вашего района и так далее и я не буду вас этому учить никогда я беру энергию от вас я беру мандат от вас никакие там спущенные сверху лидеры как бы они красиво не говорили проблем страны не решат да люди которые идут вперед и которые готовы жертвовать собой всегда нужны но какой-то человек на олимпе который выводит вам покажут и потом заведут обратно это мы уже проходили и на это не надо поддаваться в сотый раз понимаете понимаете и поэтому вот вы вам хочется быть более удачным чем тот же Гайваровский пожалуйста давайте вперед давайте вы это самое давайте выберите инициативу давайте все очень просто кто люди познаются в борьбе вот во время последних месяцев мы много новых людей узнали много новых людей узнали и оказалось что есть люди которые казались такими смелыми в кустах где-то исчезли и вообще оттуда там ни шума ни от них не слышно по-моему от себя самих скрываются хотя на такие они громкие были до всех этих событий а люди которые были совершенно спокойные и казались таким ну пассивным и так далее оказали такую твердость показали такую силу показали такую менту на такой риск пошли на моих глазах потому что это все чревато было за ними реально бегали их арестовывали до сих пор несколько наших людей обычных активистов как Саша Бурцев сидят в тюрьме например непонятно за что вообще непонятно за что и и вот несмотря и дела возбуждены одно дело когда тюрьму сажают есть такой врач Кац в Бишгараде у него была супер практика в Киеве потрясающая семья жена двое ангелочек дочек и все домашний арест уже шестой месяц все пациентов не осталось доходов нет это хуже чем даже арест потому что в тюрьме сидеть потому что реально человека убили жизнь и никто про него не заботится просто потому что он помог мне вернуться в Украину в сентябре прошлого года человек который вообще не знал просто по телевизору услышал пришел и сказал вот тот человек для меня лидер и тот человек намного больше лидер чем все эти коваруны которые допустим тоже в медицинской сфере я был у него на кухне говорили про эту провальную провальные аспекты то что нам предлагают в медицине сейчас потрясающе вот готовый министр реального здравоохранения без преувеличения умные опытные с практикой и со стержня и таких людей много и давайте вот и очень важно что молодежь знаете вот очень важно обрадовало что я вас здесь увидел потому что сейчас я когда был студентом мне в этот изолятор СБУ привели второй раз первый раз меня арестовали как студента первого струкса университета Шевчега за советскую деятельность не было я никаким антисоветчиком на самом деле политика меня тогда мало интересовала я просто был свободным человеком им пришлось им хотелось кого-то арестовывать все остальные были дети мажора у меня на курсе но это был факультет международных отношений права я был сам незащищенный я был сыном там профессоров каких-то там у меня был сын гим прокурора сын министра юстиции там сын 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 и короче сын члена политбюро Украины естественно взяли меня и потому я еще больше заинтересовался политикой если мне этот случай в моей жизни может быть я вообще в другой сфере конечно у молодежи много других интересов но сейчас молодежь тоже голосует ногами и уезжает из страны и это тоже политика поэтому мне надо сказать давайте не уезжать ребята это ваша страна это ваше будущее в любом случае здесь будет лучше если мы поменяем и не надо ждать того момента когда студенты всегда выходят последними это на всех у этих себя так прошли не майдан был ускорен из-за того что студента побили не будем бить провоцировать чтобы они убили студентов не надо давайте на этот раз студенты их побьют и может быть это будет было гораздо более эффективным и вытурят из своих кабинетов поэтому не надо чтобы нас били не надо чтобы народ еще раз не надо чтобы это я фигурально выражаю никого не надо бить я думаю что когда нас будет много и когда мы будем одна сила и когда нас будет еще 10 раз больше чем например 11 декабря когда люди выпускали меня из тюрьмы или это было 9 вот тогда и 10 вот тогда нам вообще не понадобится никакого насилия я в этом уверен у них нет сил вы как сказали у них нет сил они держатся на нашей пассивности она держится на пассивность большинства студентов они держатся на пассивности госслужащих они держатся на пассивность людей которые решили просто уехать они держатся на пассивность людей которые просто опустили свои руки Они держатся на пассивность людей, которые сидят на их каналах, как на игле, и хавают все, что им там рассказывают. Они держатся просто на пассивность людей, которые устали. Я иногда читаю, что я устал. У всех людей есть вопросы, что устали. Но жизнь нельзя отдать. Последний вопрос. Давайте. Я понимаю, но вы что-то задавали. Нет, давайте еще раз тогда, извините. Давайте. Два. Спасибо, что дали слово. Думаю, можно в офисе лучше. Да. В офисе лучше. В офисе. Михаил Николаевич, спасибо еще раз, что приехали к нам. И я вот смотрю на зал. Здесь в основном все пожилые люди. Ничего не пожилые. Мы в основном взрослее, чем я. Все заткнем народу. Ну, взрослее, чем я, я имею в виду. Это да. И я хочу сказать, что я тоже много общаюсь. И я сторонник этого движения, то, что вы делаете. И я поддерживаю. Как вас зовут? Меня зовут Исаак. Исаак, да. И я хочу сказать, что молодежь вас тоже поддерживает здесь, в Днепропетровске. Может быть, здесь многих нет. Но многие вас поддерживают. И когда я ехал сюда со своим товарищем, он сказал, а почему вот молодежь не приходит больше пожилые и все. Но, может быть, они не приходят, но они вас поддерживают, в том числе и я. Что касательно вопроса. Вот у меня такой вопрос. Поддерживайте, ну, вернее, ближе к выборам. Вы говорите, я не буду идти в кандидаты в президенты, естественно, да. Но кого вы видите в кандидаты в президенты? Или, другими словами, от вашей партии, кто будет баллотироваться? Вот у нас будут президентские выборы буквально через год. И, может быть, у вас есть какие-то варианты, или вы планируете ли лидеры, которых вы будете представлять и за которых вы будете... Спасибо. Во-первых, хочу сказать, вы совершенно правы в том, что вы сказали. Мы избавили опрос. И основной костяк людей, которые нас поддерживают, это образованность средней класса больших городов и региональных центров, то есть вы, и это молодежь. То есть те части общества, которые образованы, которые боеспособны, которые не совковые, которые широкое мышление, и они не зациклились на чём-то. Правильно? И это наша основная группа. Это первое. Второе. По кандидата в президенты. Неправильно называть кандидат в президенты. Надо так сделать. Вот есть пять кандидатов. Например, Владимир Владимирович, к слову. Там Виктор Чумак, там... Нет, нет, там... Кому себе... Давай. Три-пять человек. Дякую. И сказали, что вот, даем им три месяца, пусть проведут компанию, поездят, говорят по залам, по телевизору выступят. И через три месяца говорится заранее, что из этих пяти человек, которые уже провели компанию, то есть стали известными, три социологические группы международные, хоть американцы, французы, кому люди будут верить больше, чем продажным там местом, пусть они выберут из этих пяти самым лучшим кандидатом, а остальные подписывают меморадом, что они их поддержат. Иститут. И может оказаться, что в течение трёх месяцев появится вообще новый кандидат, которого мы не знаем. И который, то есть, знаем, но вот никогда не думали, что это может быть в президенте. Потому что, если кот в мешке, это всегда плохо. Очень много хороших людей, которых мы знаем, но не задумывались. Потому что, и вдруг этот человек окажется, что вот как раз тот человек, который нам нужен. И когда у них уже была компания, когда у них будут дебаты, когда у них будут, когда люди уже начнут обращать на них внимание, легче так подбирать, чем бы так люди вышли, а потом куда за них лазить, взять себя домой? Нет, невозможно. Давай отдадим этому, Порошенко, более цивилизованно, выглядит, по-английски говорит. Куменькает. И так не пойдёт. Это реально нам подсунули, извините. И вам подсунули. Тут надо вот так. Биск праймерс. Праймерс – самая лучшая система. Легче сказать, давай этого и его поддержим. Нет. Пусть они идут обратно. И уверяю, если будет такой праймерс, и много известных кандидатов не согласятся, вот этот кандидат будет более подготовлен, чем известные кандидаты. Если известные, согласятся, то тоже вопрос, варианты. Но, ещё раз говорю, вот так надо идти. Не надо навязывать новых кандидатов. Доставь очередного там. Так не пойдёт. Пошу. А можно я два слова? Так. Я хочу вам сказать, что сделаю экономичные реформы так, что мы будем гордиться за свою краю. АПЛОДИСМЕНТЫ С какими миллионами мы тогда выбрали, когда были кандидаты? Я вам благодарен, что в 1994 20% днепропетровских за меня проголосовали. А Пустоводенко зараз мне рассказывает. Мы на 20% вам скосили. Мы в фальсификации. А в Киеве было 40%. В Маріуполе было 40%. 10% они показали официально. Но, понимаете Михаила, Виходит так, что я бы был в другом туре, Если бы они на Сходе и на Заходе не фальсифицировали. Там на користь Кравчука, а тут на користь Кучма. Но мы не будем с вами смотреть в прошлом. У нас у всех с вами справа вперед. С Михаилом можно идти. И это точно. Здравствуйте. Геннадий меня зовут. Я постараюсь быстро, кратко. На дворе 21 век. Планетка человечества развивается своими шагами. Скоро на Марс полетим. А у нас в стране феодализм. Причем версии там 15-16 века. Понятно, что со всем этим нужно поканчивать, заканчивать. Даже есть люди готовые на все. Но я хочу спросить необытно. Сегодняшняя наша встреча анонсирована как 300 спартанцев. Вот вопрос в следующем. Я Геннадий. Моя профессия звукорежиссер. Как тебе? Я бы хотел очень сильно поучаствовать в изменении той ситуации, которая сейчас сложилась в стране. Этот феодализм. Каким образом звукорежиссер мог бы помочь стране? Уже первая ситуация, что будет поставить точный диагноз. Потому что стране ситуация реального феодализма. Реального феодализма. Когда 10 олигархов держат все богатство страны и обкуривают, то есть страну просто через свои ящики убивают и держат в рабстве. Когда глава, какой-нибудь местный латифудист может сказать всему силу и вообще всему району, за кого голосовать. Когда директор завода говорит, за кого голосовать. Когда в полиции и СБУ и прокуратуре отданы люди на откуп. Это есть чистый феодализм. И когда есть один главный феодал, но реально у него тоже ограничена власть, а остальные накормления дают у власти города и так далее Украины. Это чистый феодализм. Точный диагноз. Нам нужны новые люди. Эти люди, я думаю, что мы будем сейчас в фейсбук компании иметь, мы будем собирать себе. Мы будем эти себе разработки. У меня будет телевизионная программа, которая будет именно фокусирована на отборе новых людей. Дальше украины, которая показала, что в стране ситуация плохо, плохая. Это мы уже узнаем. Не надо по телевизору это рассказывать. Мы это прекрасно о себе узнали. Сейчас надо знать, как выходить и с кем выходить. И это надо по телевизору подбирать. Реально, на глазах всех. И это мы будем вместе делать. И у нас это получится. Поэтому вот так я говорю. У меня нет готовых лет. Сука, решили, нам очень нужны, потому что нашего голоса не слышно. Надо его максимально усилить. Добрый вечер. Меня зовут Олег Гринько. Я предприниматель. Так, Олег. Несколько лет назад я был в Грузии, в Тбилиси. И мне очень понравились результаты вашей работы. Я заходил в Дом юстиции. Очень вызывает уважение ваша деятельность. Но на территории Грузии есть вот две такие проблемы. Ну, точнее, территории с проблемами Абхазии и Южной Осетии. Когда вы хотели решить вопрос этот в 2008 году в Южной Осетии, то Путин вас назвал личным врагом и начал войну, как он назвал, по принуждению к миру. Хотя вы планировали восстановить территориальную целостность. В то же время вы предугадали, предсказали ситуацию с Крымом, что мы его потеряем. Дай Бог, нам получится решить те вопросы, о которых вы говорили, хотя бы немножко улучшить ситуацию с коррупцией и с бедностью. Мой вопрос. Как мы будем возвращать Крым и Донбасс? Олег, мы возьмем их в первом же кризисе Москвы. Как начнется кризис Москвы? Это тоже я предсказываю эти вещи, не потому что я Кассандра, просто у меня есть опыт политики тоже какой-то. Как начнется кризис Москвы? Путин все свое, вообще, нутро поставил на то, что Украина может не состояться. То есть не может состояться. Мы съедем там был на саммите НАТО, то в Тихо Бухаресте, когда он буквально стоял вот где Сергей Карпоша, вот там на такой дистанции от меня сидел со соседним, ну, саталом, и там оттуда состава произносил речь и говорил, что Украина это не страна, это территория. Никогда ее единое не было и никогда не будет. И поэтому он все поставил на это, что Украина не может состояться. Если друг неожиданно для него и для большинства России Украина состоится, если Украина будет успешной, а что успешно? Цифры 11-12-13% роста. Это размер пенсии, это количество дорог, которые делаются, это международный рейтинг по коррупции и так далее, то есть отсутствие коррупции и так далее. Когда все это будет? Грузия была, да не почему он напал на нас? Мы не восстали. Я вас умеряю. Вот что, что, а Южная Осетия никогда уже не планировала война убираться. Южная Осетия, чтобы понимали, это несколько десятков сел горных без всякого стратегического значения. Ну, по идее. Для нас сейчас она опасность представляет, потому что там российские войска, но для нас не было. Мы там, мы взяли главного сепаратиста, бывшего, сказали, на тебе, ну, мы контролируем половину южно-сердии, на тебе территорию на управление, мы тебе доверяем, хотя ты стрелял в наших солдат. Вот представляете, если кто-то взял там, ну, это не совсем Захарчик-то был, потому что Харчика уже под Москвой эти все. Это был реально сепаратист, а на кое? Мы ему сказали, на тебе половину этих сел, другую половину мы не контролировали, на тебе деньги, на тебе больницы, на тебе управления, на тебе все, на ты член грузинского правительства, делая это, и он взялся за дело, так как бы, друзья, сюда назначил всех своих осетин. В результате другой части этих горных сел россияне привезли грозы российских офицеров, всех осетин уволили, сказали, что это осетинское правительство. Привезли какого-то там офицера с Сибири, сказали, что это премьер-министр. Игорь, и мы договорились с ними, я говорю, о чем не договорились с каким-то полковником Ивановым. Он вообще первый раз строился. И из-за этого стекла, я почему-то, что Грузия была успешной, и он не знал, что с этим делать, потому что в России иначе рассказывал, что у нас нет коррупции, что у нас строятся дороги, у нас строятся дома и юстиции, у нас все сервисы легкие, у нас строятся новые города, и как-то надо это остановить. В случае с Украиной, если Украина будет успешная, это не то, Грузия, на Грузию далеко на Басе. Грузия очень маленькая. На Украину, даже если там, в чисто военном плане, у него полное превосходство. Все эти рассказы о том, что мы создали такую мощную армию, извините, но это не соответствует правдить. У меня тоже есть какой-то опыт, и просто на учениях, показанные армии, это не армия. У армии у нас проблемы, потому что мы строим армию советского образца, а у России есть гораздо больше армии советского образца. И они всегда будут иметь преимущество это. Но Украина, как территория, как страна, как народ, и вот ее нельзя просто так захватить. Поэтому просто так опас. И это вот Украина, если она будет развиваться, 12-12% роста, что нельзя не развиваться после такого падения, если ты, он не полный лузер, то это совершенно другой народе Москвы. И тогда у него будет все больше и больше проблем. Тогда у него больше не будет трюков, как сохранить там власть. При первом же кризисе, когда он будет ослабленный, или вообще падет, и он обязательно падет чисто механически, не может терять всю жизнь. Когда вы тоже думал, что он нам всю жизнь, мы должны быть готовы. И ты готовы, но готовность Украины, это успех Украины. Если сад сегодня, он случайно там, инфаркт его схватит, Украина ни к чему не готова. Потому что мы настолько внутренне слабы, что вот и народ не пойдет за этим, и те люди, которые живут на территориях, не захотят в Украину. Но если быть в Ростове, будет задерж говорить с людям, да нет, вы что, ребята, посмотрите, какие там дороги, какие там эти Украины. Вообще все пошло-поехало. В общем, куда-нибудь ударю, вот здесь посмотрите, мы голодранцы. А в России все хуже и хуже, потому что несмотря на то, что пока что по ВВП они пять раз богаче Украины, я душно сменю. Но эта ситуация только держится, потому что украинская ВВП не растет. А вот если российская будет дальше сокращаться, а наша быстро расти, вот это уже для них проблема. Поэтому нет быстрых рецептов, кто будет вам рассказывать, что... Но проблема чем, почему 8 Днепропетровцев весь Днепр... Ваших отвечали из 10, что война, война олигархов, почему? Потому что что нам говорят по решению компании? Две вещи. Во-первых, они делают деньги на войне, это все знают. Ладно. Потому что военных заказов сделать деньги. Под его нападение на нас, последнее, было из отдела НАБУ, когда НАБУ сказал, что он даритурно продавал перед батарею украинской армии со всего всего сдавода. Но вторая история, он говорит, что пока идет война, я должен быть в власти. То есть, принимайся интересоваться, что война была всегда. То есть, у Путина прямая заинтересовалась, чтобы отношение, внимание, сюда перенесли, чтобы война была. И у этих прямая заинтересовалась, чтобы она была. И у них интерес не только в моем вопросе совпадают. То от 9 декабря Путин и Порошенко разговаривали, Порошенко просил сотрудничество их в моем уголовном деле. Но их интересы совпадают в главных вопросах. К сожалению. И в этом и поэтому как первый рецепт минимум, что вы должны остановить это как минимум на этом уровне. По меня власть и вторая история. Мы должны сделать в Украине успешно, потому что нет простых решений, но успешно можно делать за 2-3 года. Это не долг. Украина слишком сейчас слаба и это и плюс, потому что настолько низкого уровня она начинает подниматься, что она, знаете, когда уже дна достигли, все уже можно всплывать только быстро. И она будет всплывать быстро, как только эти гири упадут с нас. Который нас душит и оставляет на дне. И поэтому нет простых рецептов, но простой рецепт решения вопроса территории успешной Украины. И она это не вопрос 20 лет. А рост пару лет, 2-3-4 лет хорошее управление, быстрого роста и быстрого развития. И тогда все станет на своем месте. Это так же. Я я выращаюсь. Я маленький зараз, потому что у нас все там ввезут встречи, но я я широ вдячный. Я очень вам благодарен, что собрались. Я очень благодарен, что нашли время. Я очень благодарен, что не испугались погоды. Я тоже не испугался. Я 7 месяцев приехал и приехал. 7 часов ехал и приехал. Но это начало только нашего. Мы пойдем в бой и мы боевые попротивы, которые обязательно победим. До свидания. Короткое объявление для всех в зале, кто может быть пришел и не знает о партийном офисе. Вы можете подойти и узнать, как помочь и что делать далее. По адресу улица Шевченко это 41. Ничего это же. Еще раз повторяю, Шевченко 41, это центральный офис партии Рух Новых Сил. Продолжение следует...